Меня зовут Елена. Я рисую на любых подходящих для этого поверхностях, на холстах, на одежде, на стенах. Я бросила архитектуру и с тех пор я стараюсь выжить тем, что я расписываю разные вещи, рисую картины и прочее. Хотелось бы, конечно, заниматься исключительно живописью, но приходится заниматься всем подряд. В основном я пишу картины, также я расписываю вещи на заказ. В основном джинсы, часто бывают разные другие предметы одежды, обувь, куртки, без разницы. Иногда бывают заказы на роспись стен. Дополнительно я занимаюсь интерьерами. Картины пишу маслом, на одежде приходится работать акрилом. Масло гораздо более приятный материал и дает интересные переходы и возможность смешивать цвета. А акрил, он достаточно сухой, пластиковый и имеет скудную цветовую даму. А в сфере фэшн, того же одежды и прочего, мне кажется, гораздо легче пробиться, потому что люди, а тем более молодежь, гораздо охотнее тратить деньги на предметы одежды, чем на предметы искусства. Хотя, на мой взгляд, то, что я делаю, это является и тем, и другим. Один парень повесил мои джинсы на стену, потому что сказал, что это слишком красиво, чтобы это носить. Зачастую вдохновляет на творчество то, что мне нечего есть и мне нужно заработать денег. И я беру и делаю что-то. Это либо что-то коммерческое, либо, если нет заказов, то это что-то, что идет, собственно, из головы. И потом я просто пытаюсь это как-то реализовать. Также, на самом деле, очень хорошим двигателем прогресса бывает просмотр разнообразных фильмов, разных работ других художников, работ художников, давно почивших, работ современных художников. Особенно работ современных художников, которые успешны и гораздо успешнее тебя. Потому что ты смотришь, видишь, что они делают, и делают много, и у них получается, и ты не хочешь быть хуже. У меня есть любимый художник, и это Михаил Выбель. Я просто фанат этого человека. Я читала его биографию «От корки до корки», и я чувствую его и понимаю полностью, несмотря на то, что мы жили в разное время. Жизнь он прожил как настоящий художник. Достаточно грустную и достаточно бедную. Его творчество максимально близко мне по духу, потому что это человек, который не использовал темы социального реализма, какой-то повседневности. Он не пытался отразить проблемы, происходящие сейчас в народе. Он просто писал то, что было у него в голове. Он вытаскивал какие-то идеи из разнообразных мистических вещей, из сказок, из религиозной темы. Религиозная тема, кстати, она очень глубокая и обширная для использования, и я тоже часто к ней обращаюсь. Также мне из современных художников очень нравится Никола Саморе. У него потрясающе красивые и потрясающе мрачные работы. Мне нравится Хенрик Улдалл. Я не знаю, как правильно читается его имя, фамилия. Из современных российских художников мне нравится творчество Димы Ребуса. Считаю, что он потрясающе рисует. И это суперредкий персонаж, потому что это успешный художник из России, который не рисует коммерцию. По-моему, это удивительно. Непосредственно эту картину я написала, как-то раз вернувшись домой с работы. Я была очень злая, и я понимала, что сейчас весь этот поток эмоций, и я, вероятно, куда-то вылью. Я расположила краски на палитре, выключила свет и нарисовала эту картину руками за пару часов. Это был очень интересный опыт, и действительно, это один из тех немногих раз, когда получилось именно какую-то агрессию и злобу сублимировать в творчество, потому что это одна из тех эмоций, которые обычно получается с трудом во что-то нормально воплотить, кроме как в разрушение и в скандалы. Ребята просто увидели мои работы, и я так понимаю, им она понравилась, и казалось, что она подходит им. Я была не против. Мне, наоборот, очень даже приятно, что ребята сочли, что это каким-то образом передает то, что они вкладывали в музыку. И действительно, то, что я вкладывала в эту картину, вероятно, схоже с тем, что они вкладывали в свой альбом по эмоциональному содержанию, по смысловому содержанию и по окрасу. Мне нравится идея того, что эстетика есть во всем, неважно, каким образом это передано, неважно, насколько кому-то кажется мрачным что-либо, во всем можно найти всегда красоту. И во всем она на самом деле есть. Было приятно как-то поучаствовать в работе, в проекте ребят. И я надеюсь, что их ждет большое будущее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!